Самаркандский медицинский университет, факультет формации, кафедра организации фармацевтического дела. Предмет введения в специальность. Вторая лекция у нас – основы развития фармацевтической отрасли в Узбекистане. После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году в процессе перехода к рыночной экономике в обсечной системе, а также во всех отраслях были проведены кардинальные изменения. Проведено реформирование обсечной системы. Постановление Кабинета Министра Республики Узбекистан от 11 марта 1994 года номером 132 об отчуждении и приватизации обсечных учреждений Министерства здравоохранения Республики Узбекистан является основой для осуществления таких больших работ. В результате превентизации обсечной сети были созданы различные формы собственности, то есть акционерные и частные аптеки. В эти годы было создано множество частных аптек, обсечных филиалов, больничных аптек, стали удовлетворяться потребности в лекарствах и изделиях медицинского назначения населения и лечебно-профилактических учреждений. Увлечение количества аптек создало запрос на специалистов фармацевтическими знаниями, усилило понимание к вопросу обучения персонала. В целях обеспечения аптек провизорами высоким уровнем знаний в настоящее время обучаются студенты более чем в 20 медицинских профессиональных колледжей нашей Республики. Ассоциация самостоятельно определяет в перспективе своей производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, оказывает маркетинговые услуги при организации рыночной конъюнктуры, представляет интересы своих учредителей в государственных и иных органах. Эти работы, проводимые нашим государством, в итоге непрерывное обеспечение оселения и лечебно-профилактических учреждений в других организациях, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, достигли показателей развивающихся стран и уровень роста продолжается. 6. Государство акционерное объединение «Дородормон» и его региональное объединение осуществляет основные виды заказов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, то есть обеспечения жизненно необходимыми основными лекарствами и изделиями медицинского назначения. На основании этого решение государства акционерное объединение и религиозное государство акционерное объединение Дора Дормон самостоятельно определяет перспективы своей производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, оказывает маркетинговые услуги и представляет интересы своих организаций при организации рыночной конъюнктуры. Основными задачами концерна УСФАРМ Сануат являются создание лекарственных средств и организация их производства, обеспечение доступа к лекарственным средствам, биологически активным веществам, другим медико-санитарным мероприятиям по удовлетворению потребностей в средствах гигиени. Второе. Комплексное развитие фармацевтической промышленности этого сектора по вопросам совершенствования территориального размещения предприятий. Третье. Реализация единой научно-технической политики Минздрава совместно с другими министерствами и ведомствами в области создания лекарственных средств и технологий их производства. Содействовать в производстве лекарственных средств Республики, совершенствовать и расширять научно-технические и экономические сотрудничества с зарубежными партнерами, отмечается разработка и последовательная реализация программы сокращения закупок. Контрольная сенсионная система, система фармакологии и фармакопеи, определяющиеся качество лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Далее. Контрольная сенсионная система фармакистической службы Республики Узбекистан представляет собой организационную структуру, определяющуюся комплекс мер по обеспечению качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медицинской техники, лечебно-профилактических и лечебно-косметических изделий. Государственная поддержка развития отечественного производства лекарственных средств, в том числе разработок новых оригинальных лекарственных средств, отличающихся международным стандартам качества, снижение импортозависимости и выход производства лекарственных средств, имеющиеся стратегические значения на уровень самодостаточности, переход к международным стандартам качества производства лекарственных средств и услуг. Финансирование проектов намечается вести за счет привлекаемых иностранных инвестиций, кредитов местных иностранных банков и собственных средств предприятий и небольшой объем привлекается инвестиций и планируется направить на реализацию проектов по модернизации и лекализации производства лекарственных веществ. Экспорт отечественной фармацевтической продукции является 17 фармацевтических предприятий. Первая их задача – лекарственные средства, диагностические средства и перевязочный материал. Спасибо за внимание.